Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель – исламское государство Средняя Азия, бывшая из СССР. Полночь 6. 26 января 2019 года шариат в движении. Они боролись с узбекскими властями и спецназом США. Их цель – исламское государство. Фото. Ибрахим Абу Мустафа, Reuters. Для большинства россиян исламский терроризм на постсоветском пространстве. И это в первую очередь Амарат Кавказ и ему подобные ваххабитские группировки Северо-Кавказского региона. Однако за пределами России куда больше известно исламское движение Узбекистана, ИДУ, которое еще в начале нулевых было запрещено и внесено в список террористических организаций не только в России, но и в США. Что неудивительно, ведь именно боевики ИДУ оказали первое серьезное сопротивление американским командос после начала военной операции в Афганистане. В борьбе за построение шариатского государства в Средней Азии прошло уже 20 лет, и она пока не закончилась. Яркие и трагические страницы истории узбекского религиозного подполья перелистывала лента.ру. Исламисты-интернационалисты для первого президента Узбекистана Ислама Каримова радикальный ислам, а равно все партии и движения исламского толка, были главными врагами все 25 лет его правления. А с врагами у Каримова разговор был короткий, он не стеснялся в выборе средств, и попасть в тюрьму можно было даже за хранение религиозной литературы. После его смерти в момент перехода власти реванш исламистов всерьез рассматривался как один из вариантов будущего Узбекистана. На стороне исламистов был огромный боевой опыт, 20-летняя практика выживания в подполье и обширные связи с радикальными группировками по всему миру. Тогда, два года назад, реванша не случилось. Но это не означает, что исламское движение Узбекистана отказалось от идеи шариатского государства в Центральной Азии. Слишком долго они к этому готовились. Исламский бум начался в Узбекистане в середине 80-х, как и в других среднеазиатских республиках. Узбекское общество вошло в социализм чисто номинально и сохраняло традиционный уклад на протяжении всего советского периода. А с ослаблением идеологического контроля ислам очень быстро вернул былые позиции. Свою роль сыграла и афганская война. Среди маджахедов было немало этнических узбеков, и специально для них афганские богословы перевели Коран на узбекский язык. Советские солдаты знакомились со священной книгой именно в этом переводе, а возвращаясь на гражданку, везли религиозную литературу в Узбекистан. К концу 80-х религиозным центром УЗССР стала Ферганская долина. Именно там появились первые религиозные школы. Их финансировали Саудовская Аравия, страны Персидского залива и даже религиозные организации из Турции, где никогда не ослабевали идеи масштабного пантюркистского проекта. Окончательно ислам вернул свои позиции в Узбекистане с распадом союза. С 1989 по 1993 год количество мечетей в стране увеличилось с 300 до 6000. Фото – Дмитрий Каратаев. Коммерсант Ферганская долина была только началом, и вскоре исламом заболел весь Узбекистан. Просто на северо-западе и западе страны интерес к религии был скорее просветительским. Это был символ возрождения самобытных традиций и национального самосознания. А вот в Ферганской долине и приграничном с Афганистаном Термезий ислам принял действительно радикальные формы. Дело в том, что в Фергане исторически были сильны ханбалиты. Это одна из четырех школ ортодоксального суннитского ислама, причем довольно радикальная. В частности, ханбалиты не признают прекращение джихада. Из Афганистана в свою очередь начал проникать салафизм – фундаменталистское течение ислама, призывающее ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины. Первые исламистские организации Узбекистана появились именно в Ферганской долине. Самыми крупными из них были Адалат, Справедливость, Ислум Лашкар Лари, Воины Ислама. Они быстро создали альтернативную структуру власти. Отряды исламской милиции следили за соблюдением законов шариата и наказывали нарушителей. Виновных могли приговорить к битью палками или забрасыванию камнями. У исламистов даже была собственная тюрьма, где содержали нарушители религиозных норм. Шариатский закон и порядок поначалу правительства Узбекистана смотрело на это сквозь пальцы. Президент страны Ислам Каримов был занят аппаратной борьбой и укреплением собственной власти. Да и не видел он ничего плохого в исламистах. Благодаря их присутствию в Ферганской долине поддерживался относительный порядок, а исламскую идеологию Каримов пытался некоторым образом приватизировать и поставить себе на службу. Он говорил, что есть правильный узбекский национальный ислам и неправильный, который исповедует джихадисты и который стремится стереть национальные идентичности. Кроме того, Каримов рассчитывал использовать исламистов в борьбе со светской демократической оппозицией, которая как раз начала набирать силы в крупных городах. Тахир Юлда Шевкадр Видео Апокаев, Ютуб Адалат настолько успешно действовал в Номангане, что город, между прочим, второй по численности населения после столичного Ташкента, стал фактически автономным. Каримов был вынужден отправиться туда, дабы показать, что Номанган все еще остается частью Узбекистана, и восстановить свой пошатнувшийся авторитет. Полюбовно договориться не получилось. Взамен на уступки и признание главенства светской власти Юлда Шевкадр потребовал от президента поклясться на Коране, что нормы шариата войдут в узбекскую конституцию. Каримов воспринял это как личное оскорбление. Между тем процесс исламизации зашел уже слишком далеко, и возглавить его Каримов не смог бы при всем желании. Отчасти потому, что религиозные движения имели куда более ярких и харизматичных лидеров. Отчасти президент сам загнал себя в ловушку. Поначалу он не только лояльно относился к радикалам, но и активно героизировал басмачей как деятелей национально-освободительного движения, борцов против коммунистической тирании. Но при своем коммунистическом прошлом в глазах населения Каримов оставался наследником этой самой тирании, которая преследовала и басмачей, и мусульман. К середине 90-х президент пришел к выводу, что раз не можешь возглавить, одержи победу. В движении в середине 90-х правительство Каримова начало проводить точечные удары по религиозным лидерам. Им подбрасывали оружие или наркотики и отправляли за решетку. После этого арестованные обычно исчезали бесследно. Йолдышев ответил на это консолидации всех радикальных религиозных организаций, объединив их в исламское движение Узбекистана. Своей целью активисты иду видели построение шариатского государства сначала в Узбекистане, а потом и во всей Средней Азии. Многие из них отправились набираться боевого опыта в соседний Таджикистан, где в те годы шла кровопролитная гражданская война между правительствами и отрядами объединенной таджикской оппозицией, АТО, включавши в себя и радикальных исламистов. На стороне АТО воевал целый батальон уроженцев на Мангана. Не прекращалась и работа в самом Узбекистане. Исламисты использовали самые разные приемы для привлечения сторонников. Благодаря доходам от наркотрафика и щедрой помощи спонсоров из арабских стран они могли позволить себе платить до 100 долларов за расклейку листовок и раздачу агитационной литературы. По тем временам огромные деньги для погрязшего в нищете Узбекистана. Да и вообще, бедность узбекского населения была основным фактором, который привлекал в ряды исламистов новых сторонников. Людям была близка концепция социальной справедливости и шариатского правосудия. По сравнению с системой, которую выстроил Каримов, даже нормы шариату могли показаться примером правового государства. В 1999-м Юлдышев решил перейти от слов к делу. Боевики провели серию террористических акций. Несколько политических убийств и неудачное покушение на Каримова. По Намангану прокатилась волна насилия, убивали милиционеров и членов их семей. А в качестве главного удара планировался Баткенский рейд. Грандиозная операция по переброске более тысячи боевиков из Таджикистана в Ферганскую долину. При их поддержке местные исламисты собирались поднять мятеж, который, по планам Юлдышева, должен был перерасти в полномасштабную гражданскую войну. Но к началу операции правительственные войска были уже готовы к вторжению, и рейд провалился. Бойцы исламского движения Узбекистана, идукадр, видеорадиозодий ответ Ташкента оказался сокрушительным. От тактики точечных ударов правительство перешло к массовым репрессиям. В тюрьму можно было отправиться просто за подозрение в симпатии Киду. В Узбекистане был принят новый закон о свободе совести и религиозных организациях, запрещающий под угрозой тюремного заключения, от 3 до 20 лет, деятельность всех незарегистрированных или запрещенных организаций и любое преподавание ислама вне государственных учебных заведений. Комитет по делам религий получил право разрешать или запрещать издание религиозной литературы. Религиозные объединения обязали получать регистрацию, условия которой были практически невыполнимыми. Доставалось не только радикалам, которые призывали бороться с властью, в том числе и вооруженным путем. Например, узбекское отделение запрещенной в России партией Хизпут-Тахрир, партия освобождения, выступала лишь за возвращение ислама в повседневную жизнь страны, практически не затрагивала местных проблем и не критиковала режим Каримова. Более того, ее активисты периодически вели полемику с представителями ЭИДУ. Но в марте 1999 года прошли массовые аресты членов Хизпут-Тахрир, в результате которых организация ушла в глубокое подполье. В изгнании репрессивная политика оказалась действенной. Под ногами исламистов буквально горела земля. Каримову удалось договориться о координации совместных боевых действий с соседней Киргизией и практически перекрыть каналы поставки оружия добровольцев из Афганистана. После этого Юлдашев принял решение уходить из Узбекистана к талибам, благо ИОДУ удалось выстроить хорошее отношение с ними и с Аль-Каидой. Изначально боевики планировали использовать афганскую территорию исключительно в качестве перевалочной базы. Юлдашев рассчитывал разбить несколько тренировочных лагерей и вербовать рекрутов из узбекского населения Афганистана. Параллельно с этими исламисты продолжили вербовать сторонников в самом Узбекистане и готовить почву для полномасштабного вторжения. Периодически боевики ИДУ участвовали в рейдах на территорию Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Однако дружба с талибаном и Аль-Каидой, которая поначалу позволила привлечь пожертвования и добровольцев, вышла боком Юлдашеву. В 2001 году правительство США начало операцию «Несокрушимая свобода» и вторглась в Афганистан. Боевиков ИДУ талибы использовали в качестве пушечного мяса. За 2001-2002 годы движение потеряло множество опытных командиров и солдат, начались внутренние конфликты. ИДУ полностью попала под контроль талибана, а сам Тахир Юлдашев погиб в 2009 году. После смерти лидера деятельность ИДУ полностью сосредоточилась на противостоянии войскам международной коалиции в Афганистане. Это по-прежнему была грозная боевая сила, способная попортить немало крови американцам и их союзникам, однако политическое движение полностью провалилось и в том виде уже не могло угрожать режиму Каримова. Между тем узбекский лидер продолжал лепить из ИДУ грозного врага. Это позволило ему убить сразу нескольких зайцев. Во-первых, Каримов демонстрировал свою ценность для Москвы. Он стремился всячески показать, что он один способен защитить азиатское подбрюшье России от толп боевиков. Во-вторых, наличие ИДУ среди противников правящего режима как бы извиняло Каримова перед западными союзниками. В Афганистане американцы увидели, что организация Юлдашева действительно грозный соперник, и это обстоятельство в их глазах несколько оправдывало жесткое подавление оппозиции со стороны Каримова. Это позволяло Ташкенту получать средства на борьбу с исламистами как от США, так и от России. Такая борьба на найских мальчиков продолжалась до кончины Каримова и его президентства. Периодически спецслужбы отчитывались о разгроме очередной ячейки исламистов. При этом правозащитники всерьез сомневались в причастности большинства задержанных к религиозному подполью, а в 2013 году правительство еще сильнее закрутило гайки в сфере контроля за религиозной литературой в Узбекистане. Ислам Карима Фота, Сергей Гунеев, РИА Новости Осколки некогда грозного и Оду периодически выступали с заявлениями и даже присягнули на верность исламскому государству. Организация запрещена в России. Но это было лишь попытками отдельных командиров использовать известный в джихадистских кругах бренд, нежели проявлением реальной силы. Деванч за горами после смерти Каримова многие всерьез и вроде бы обоснованно опасались прихода к власти религиозных экстремистов. Однако уход этого пламенного борца с исламистами не спровоцировал всплеска активности джихадистского подполья в стране и не дал повода боевым отрядам и довернуться на родину из Афганистана. По крайней мере пока. Просто регулярные заявления Каримова о мощи этого врага и опасности установления халифата сделали свое дело, и многие действительно поверили в неизбежность такого сценария. Матер